Ноябрьская ночь искусств в музейно-выставочном комплексе Новый Иерусалим вполне может называться самой светлой этой осенью. Устраивать в учреждении культуры Суаре уже стало доброй традицией. Есть ночь в музее, ночь в библиотеке. Очень удобно для занятых, современных жителей и интересно для молодежи. Патриарху Никуну где-то здесь 57 лет. Вот он стоит такой большой, он был огромный человек. У него был большой человек во многом, на многих талантах и физических. Он был такой значительный. И он стоит на кафедре, кафедра голландская, в углу одна из келейных икон патриарха Никуна. И долгое время мы могли сказать, что это одегитрия, не более того. Но сегодня экспозиционеры показывают нам эту икону, они помещают ее в экспозицию. Мы видим ее на этой стене. Это знаменитая Иверская икона по Святой Богородице. В этом году в музейно-выставочном комплексе приглашали на портреты. Специально для акции искусствовед Людмила Денисова приготовила тематическую выставку «Портрет как отражение эпохи». В музее собрана богатейшая коллекция портретов, включающая работы Рокотова, Антропова, Боровиковского, Аргунова, Тропинина, Рябушкина, Евгений Гуревич. Сквозь эпохи до нас доходят образы и типажи представителей разных сословий и профессий. Дополнили впечатления от живописи музыкально-инструментальные и вокальные шедевры Рахманинова и Чайковского в исполнении именитых истринских музыкантов Натальи Филипповой сопрано и Марии Батовой фортепиано. Важный нюанс. Акция «Ночь искусств» везде проводится бесплатно, так что полуночничать можно было совершенно свободно. Кстати, интересно, что многие гости после музея отправились в Истринский драмтеатр, где продолжили искусственный вечер в театральном квартирнике. Елизавета Макеева, Матим Барышев и Странат ТВ